Привет, друзья! Я Григорий Герман. А с военным экспертом Александром Мусиенко мы обсудили, на каких участках Россия в начале лета, как и анонсировано украинским военно-политическим руководством, сможет усилить свое наступление. Потому что наступление идет уже сейчас. Есть ли угроза для Харькова и насколько эта угроза велика? Так будет правильнее поставить вопрос, потому что угроза для Харькова есть всегда. Как и для Киева, как и для Чернигова, как и для любых других украинских городов. А почему белорусского пюрера кидает из жара в холод? То он с шавкой в руках угрожает прямо завтра пойти пробивать Суваловский коридор, а вот он уже без шавки в руках эти самые руки разводит и говорит, что не можем мы наступать на Украину, потому что она забетонировала всю границу. И долго ли простоит Крымский мост в 2024 году? Оставайтесь, будет интересно. Мы даже Пиантковского обсудили. Скажи, пожалуйста, с военной и экспертной точки зрения разговоры о грядущем наступлении с Запорожской, Харьковской, Донецкой, Херсонской областей мне кажутся все более и более хайповыми и все более и более бессмысленными, потому что наступление идет уже сейчас. Ну, то есть вот оно уже идет во всех этих областях, но просто идет оно очень медленно и даже не в ритме вальса, даже не знаю такого музыкального стиля. New Age. Скажи, пожалуйста, поэтому я поставлю вопрос по-другому. Насколько до лета, да, тут уже осталось, в принципе, совсем ничего, россияне смогут накопить силы для того, чтобы усилить давление на этих четырех участках фронта? Во-первых, я думаю, что на четырех не смогут. Дело в том, что российские войска, но сейчас мы входим просто в ситуацию 2022 года, у нас много аналогий, то есть тоже Россия хочет продемонстрировать, что будет наступать по всех направлениях. В принципе, логично для того, чтобы мы растягивали всю нашу линию обороны, чтобы мы не концентрировались на тех направлениях, где действительно необходимо рассчитывать на наиболее масштабные удары и плюс создать эффект паники, такой деморализации. Смотрите, насколько мы еще в силах вообще вести такие масштабные наступательные действия. Но при этом я думаю, что основной этап будет, это все-таки, скажем так, если мы скажем из того, что добавится, из того, что мы сейчас не видим, из того, где сейчас не наступает, это Харьковская область, это Харьков. То есть они будут давить там. То есть я почти уверен, что мы увидим атаки со стороны Белгородской области, они будут прорваться там. Это не означает, что они прорвутся к Харькову или захватят Харьков, но тем не менее составят нас концентрировать определенные силы именно там. То есть чтобы мы там находились. И тут под вопросом сейчас становится Донецкая область, поскольку с одной стороны для них остановить наступление там и пойти на Харьков, это остановить наступление там. То есть не факт, что удастся при этом, скажем, потом продолжать эти действия на Донбассе уже. Да. С другой стороны, в принципе, попытаться оттянуть наши силы и более концентрированно ударить на Донбассе, плюс добавить углидар, где я тоже думаю, сейчас в ближайшее время активные боевые действия будут, это может иметь смысл. То есть они будут пытаться вот это сделать. То есть растянуть вот тут, они не дотянут, как хотят, до Херсона, вот растянуть наши войска, либо нет. Посмотри, как складывается все в пользу России сейчас. Наступления могут продолжать. Силы какие-то могут там аккумулировать. Авдеевку даже ценой, ну, грандиозных потерь, но взяли. Сейчас где-то могут продвинуться. Все. Правильно ли я тебя понимаю, что российское наступление летом, по итогам вот этих вот продавливаний, которые они сейчас пытаются совершить, оно, в принципе, может по большому счету и не начаться в том случае, если мы получим помощь от наших партнеров. Если приедут 2 миллиона снарядов или там сколько там, да, хотя бы миллион снарядов, которые собрала Чехия, а если будут собираться еще снаряды. Совершенно верно. Я хочу напомнить, ну, вот я сейчас провожу много аналогий 2022 года, потому что они уместны. И в этом случае снарядами они тоже уместны. Тут необходимо напомнить. Российские войска отбросили от Киева, Чернигово, Сума, они перешли, пошли, значит, туда, на восток. Масштабные наступления тогда. Луганская область, Донецкая, они продвигаются. Горное, Золотое, Северодонецк, Лисичанск. Это все продолжалось, продолжалось. До тех пор украинские войска отходили, оказывая жесткое сопротивление, но отходили. До каких пор? Пока мы не стали получать по формату Рамштайн поддержку артиллерийскую, Хаймарса и так далее. Как только это мы получили, даже при преимуществе российских войск все равно в артиллерии, в огне, Украине удалось фронт стабилизировать. Ну, то есть, в принципе, тогда не то, что стабилизировать, еще и в атаку пошли на Херсон и на Харьковском направлении. Вот сейчас, мне кажется, мы тоже подходим к тому этапу, что мы ждем вот этого Рамштайна, и вот это решение будет. Ну, то есть, я имею в виду США, плюс Европа, плюс Чехия, плюс страны Европейского Союза, не только США. Они сейчас наращивают, этот процесс идет, и это все будет поставляться в Украину, как бы там ни было. Соответственно, мы это получаем, аккумулируем определенные ресурсы, и мы можем это использовать для того, чтобы, ну, скажем, остановить окончательно наступление и все, а потом и думать о каких-то собственных контратаках. И просто оно, опять же таки, все вот сейчас пройдет этот этап, а совпадет к тому, что и авиация, и я надеюсь, что авиация и ракеты JASSM на 450 километров, и атакапс потенциально, и артиллерия, и оно все вот так, раз, как волна. Вот, то есть, в один момент. И что это означает? Это означает перелом на поле боя ситуации. Ну, разрешение, разрушение логистики. Я уверен, что сейчас мы увидим еще три компонента, достаточно важных. Первый, удары с целью разрушения российской логистики. Это Крымский мост, это железная дорога, которая строится на оккупированных территориях юга. И это дип-страйки, так называемые удары в глубь территории России. Сейчас для этого создаются условия, создаются условия для работы авиации, от этого удары по РЛС, дальнего радиуса обнаружения. Да, да. Которые мы видим, например, в Брянской области, в Мордовии и так далее. Межэта, конечно, на это направлена. Соответственно, под это уже идет подготовка. И понятно, что я думаю, что оно вот как-то вот, вот все совпадет в один момент. Мне так кажется. И все оно одномоментно появится и даст возможность, скажем так, хоть накопить тот ресурс огневого поражения, который будет достаточно неприятным для России, потому что он будет систематически отрабатывать по их целям. Слушай, а насколько я понимаю, ну, на самом деле, если в середине лета или в начале лета появляются эвки, то даже в небольшом количестве эти эвки могут участвовать в том числе и в ударах по Крымскому мосту. Да, потому что, ну, условно говоря, то, что наводит эвки в разные натовские самолеты дальнего радиолокационного обнаружения, всякие посейдоны, которые все время висят в воздухе над Черным морем, они же созданы друг для друга, они же близнецы-братья. Ну, я могу сказать следующее, что ошибочное мнение, что, скажем, мы будем ждать F-16 для того, чтобы разрушить Крымский мост, как мне кажется. Я думаю, либо они появятся раньше, нежели там была публикация в The Sun, либо это произойдет, скажем так, раньше, ну, скажем, нежели кто-то себе представляет. Мне кажется, что это произойдет, я думаю, что это произойдет в ближайшие несколько недель. У меня такие ощущения, не по моей информации. Окей, хорошо. Понимаешь, что точка сингулярности с приходом оружия и с определенной готовностью вооруженных сил Украины плюс удары по Крымскому мосту, они приходятся, вот они сойдутся где-то воедино, или результаты ударов по Крымскому мосту в начало и к середине лета. Не кажется ли тебе, что вот со сознанием этого связана та псевдоактивность, которую развивает Россия по теме переговоров и по теме каких-то мирных предложений, вот там появившиеся псевдо-турецкие мирные предложения и так далее? Ну понятно, что я понимаю природу этого всего, она очень проста. Дело в том, что Россия ищет сценарий подстраховки, то есть страхуется. В чем ситуация? Вот они сейчас думают, окей, мы идем, развиваем наш какой-то успех, а если нет? Ну видишь же, что дела не идут так, как бы им хотелось, ну то есть не продвигаются они, не получается у них все-таки при всем том, что я же опять же говорю, что для них сложились условия, для них складывались, они более выгодные, нежели для нас, они не могут этим воспользоваться. Соответственно, что? Дальше будет только хуже, потому что дальше они наступают, они теряют свой наступательный ресурс, они теряют силы, соответственно, а Украина может только получить, как мы говорили, вот как мы обсуждали, и самолеты, и ракеты, и артиллерии и так далее. Что дальше? Дальше выходит ситуация такова, что Украина отбивает наступление, и мы готовимся, например, к контрнаступательным действиям, даже локального характера. Опять-таки Россия садится в лужу, потому что, ну как бы, уже ж вроде бы и Харьков должны были взять, и на Киев снова наступление готовить, а не получается. И с той позиции уже, если даже будет речь о каком-то перемирии, Россия не будет выглядеть с позиции сильной стороны, она не сможет навязывать условия, поэтому Кремль спешит, потому что сейчас они думают, что их могут воспринять как сильной стороны, что они под это проведут, скажем так, чрезвычайно мощные психологические атаки, и потом под это все подвести перемирие, потому что, ну вот смотрите, либо вы сейчас подписываете, соглашаетесь на что-то, на наши условия, либо все, либо мы движемся дальше, мы идем в Днепру, как они говорят, и так далее, и так далее. Поэтому это просто, это от неуверенности в собственных силах на самом-то деле. Они не верят в собственные силы, это достаточно часто происходит, они не верят в то, что они способны сейчас победить, и поэтому ищут пути, а давайте как бы так зафиксируем, что мы наступили, но вот так и задумывалось, а после этого подписали какое-нибудь прекращение огня, ну мы же задачи выполнили, все окей, все, так и было задумано. То есть, да, а с другой, а если, например, потому что они сейчас владеют инициативой, а перехватит инициативу Украина, и уже будет навязывание украинского мирного плана, Зеленского, тот, который есть, что тогда? Тогда, если они скажут, да-да-да, мы готовы к переговорам, мы бросаем сценарий, это означает, что они готовы договариваться на не своих условиях. И понятно, что сейчас, перестраховываясь, не допуская такой сценарий, пытаются захватить инициативу и здесь, в медийном пространстве, для того, чтобы сказать, смотрите, а давайте сейчас обсудим условия перемирия, задумайтесь и так далее. Есть же еще один пункт, по которому они начинают гнать, давайте уже сейчас, да, это пункт 20 мая и нелегитимность президента Зеленского, который говорит, президент, который находится под следствием, на которого выписан ордер в Международном уголовном суде и так далее и тому подобное. И выборы которого, легитимность которого, по-моему, даже Европейский Союз или ПАСЭ не признала. Опять же, это достаточно примитивная технология на самом деле. На кого она рассчитана, ну, скажем, тут эта идея не найдет поддержки ни у кого, ни у международных партнеров наших, ни у кого, потому что все прекрасно понимают суть вещей и событий. И потом, а кто сказал, что даже если бы было какое-то прекращение огня, его бы подписывали Зеленский или Путин? Как в Северной Корее. Подписали, кто вообще сейчас помнит фамилии этих людей, кто это подписал? Да. По параллели. Хотя там были войска ООН, американцы, ничего себе, международная миссия, правда? Да. А кто-то подписал, подмахнул и вот. Но это даже гипотетически, если бы такое себе представить, чего сейчас, в принципе, не предвидится. Но, опять-таки, просто технологии, просто попытки схватить что-то и сказать, вот смотрите, мол, будет нелегитимный, а что же потом с ним разговаривать и так далее. Ну, абсолютно примитивная логика. Мы тоже Путина можем не признавать и должны признавать нелегитимным. Потому что он избран в том числе и на оккупированных территориях. Он избран не на демократических выборах. Это было просто его переназначение на должность. Вот и все. У людей не было выбора. Поэтому, кому бы еще о легитимности и говорить. Цитата Пиантковского. Предоставление Украине самолетов F-16 уничтожит все обеспечение и логистику российской армии. Более того, это нанесет значительное дестабилизирующее психологическое влияние на российское руководство и армию. Это позволило бы очень быстро вынуть всю российскую группировку из Крымского полуострова. И это решило бы исход войны. Как легко и просто все у Андрея Андреевича. Собственно говоря, ну вот прям интересно. Вот послушал и поверил. Серьезно. Но на самом деле, ведь да, я согласен. На самом-то деле в том, что необходимо логистику российских войск в Крыму выносить, я абсолютно согласен на 100%. Тут-то бесплатно, соответственно. Но вопрос же еще в количестве самолетов. То есть, в принципе, как только их будет больше, так и будут наши возможности нарастать. То, что задача поставлена, того, что Крым необходимо демилитаризировать, это однозначно факт. Да, и это уже происходит. Но нарастание, в меру нарастания вооружений и систем, которыми мы можем это делать, это будет только увеличиваться. Только увеличиваться. Тенденции к этому серьезные уже заложены. Очень серьезные. Для нас очень важно, чтобы Запад продолжал нас в этом поддерживать, поставлял соответствующие виды вооружений, а работа будет продолжаться. Единственное, что я могу сказать, что не только F-16. То есть, это задача комплексная. Всех видов войск обеспечить вот тот результат. Но F-16, понятно. Если к ним будет большое количество тех же JSM, мы понимаем, да? Я думаю, что вот стоит развить мысль Андрея Андреевича Пьянковского все-таки. Я бы сказал так, что вот те экспериментальные субмарины, которые сейчас показывают, которые способны перемещать по 10-12 человек. Это не зря сейчас появилось. При поддержке авиации F-16, я бы все-таки допустил, что мы увидим эти субмарины в деле, и у нас будут украинские ДРГ и группы присутствовать, которые будут атаковать Крым и Смой. Что мы будем в местах причем? Да, а почему нет? Почему нет? Мы видели летом 2023 года, как группы украинской военной разведки там появлялись. Ну, а почему нет? Мы не можем этого исключать. И это тоже будет задача по ослаблению возможностей. Но если мы видим сейчас, как обходят наши дроны, как лоплят они по их системам, значит, у нас есть способы. Мы нашли уязвимые места. Имея F-16, осуществлять атаки станет еще легче. Я в этом почти уверен. Есть еще одна замечательная система у врага. Это система типа Путин-Лукашенко. Высказывание Пюрера о том, что никак он не может наступать, потому что украинцы нарыли и забетонировали границу, и вообще, в принципе, туда даже соваться нечего. Во-первых, это секрет Полишинеля. А во-вторых, означает ли это, что Лукашенко не только кулуарно, но и публично пытается отмазаться от новых требований вступить наконец-то уже в войну? Ну, я могу сказать, что да. Лукашенко всяческим образом продолжает делать то, что он делает, это петлять. То есть он петляет, но и он таким образом говорит, вот у него все время, знаешь, было такое, вот у него были разные этапы, как он готовился к войне. Мы еще не готовы, нам еще необходимо провести учения, нам еще необходимо сборы провести, нам еще готовность проверить, нам еще к полигону, и так далее, и так далее. Кстати, к полигону силы спецопераций белорусских, они продолжают учения на границе с Украиной. Это так, слово. То есть они перестают, это все отслеживается, это известно. Но Лукашенко все время, вот он пытается сказать, почему он не может. Теперь, вот обратим внимание, в Гомеле строили центр большой, расположение белорусских войск, откладывают, откладывают строительство, пошло что-то не так. Где же это в Беларуси, где вообще коррупции нет? Уже давно все, батька победил, и у них что-то пошло не так, тяжело поверить. Но это с иронией. Но я думаю, что он, да, он всячески откладывает любые решения, демонстрирует, что никакой войны, он не хочет участвовать, чтобы белорусские войска участвовали. Понятно, это для него чревато. Но они там у границы с Литвы сейчас заняты определенными провокациями. У них же как-то там они учения проводят и так далее. Переключились, переключились. А с Украиной, видимо, нет. Тут и признаков не видно на сегодняшний день. Чего его так кидает? То он едет и прямо на границе хорохорится, там, сидя в палатке с котом или с собакой на руках, чуть ли не пытается гавкать, что мы сейчас пойдем в Сувалковский коридор рубать, мы тут... С другой стороны, он тут моментально через несколько недель говорит о том, что не, ну не можем-то на Украине, не что-то так все зарыли. Вот из огня-то в полыме, да, и, точнее, из горячего в холодное. Что происходит? Ну, во-первых, необходимо роль играть постоянно. То есть Путин же ждавит. Давай показывай результат. Ну, кстати, вот этот шпиц, которого он взял, и когда ему генералы докладывали, и они же, ну, откровенно чуть сдерживали смех, они уже думали. Я думаю, что шпицом он тоже символирует, он хочет символизировать, что он как бы к войне не готовится. Он готовится, он как бы и вояка, но с другой стороны... То есть ты имеешь в виду, что если бы он взял овчарку, то это бы символизировало подготовку к войне? Типа того, да, 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 да. Сродни того, слимец родни того, да, 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 да. Да, понимаешь? Понимаешь, да. А тут, а ну нет, так а тут смотри, да. Вот взял он хорошо. Но почему все? Ну, во-первых, Россия сама до конца еще не определилась с тем, как, какой перспективе необходимо атаковать Литву и атаковать страну. Но они хотят, желание у них есть. Ну, понятно, да. Ну, понятно, для того, чтобы поддерживать это желание и для того, чтобы демонстрация соответствующая была, Лукашенко вынужден играть вот эту роль. То есть он, ну, он вынужден играть, он вынужден принимать участие в этом, а как ему отвертеться? Он вынужден этот Искандер перемещать туда-сюда, который происходит, да, вот мы видим там с особым компонентом, то есть с ядерным вооружением. Поэтому он вынужден, он находится в системе координат, понимаешь, из которой очень тяжело выбраться. Он хочет и пропетлять, и так, чтобы не стать непосредственно агрессором, да. А с другой стороны, ему дается это сложно, потому что он понимает, что зависимость от России колоссальная. То, что Лукашенко вышел из договора о сдерживании обычных вооружений, не помню, как он точно называется, соответственно, да, вот это говорит о чем? О том, что он собирается, типа, увеличивать свою армию, насколько он ее может увеличить? Ну, для того, чтобы увеличить, необходимо финансирование увеличить. А у белорусской армии оно не на самом высоком уровне, это раз. Во-вторых, я думаю, что это просто для того, чтобы зеркальная мера в отношении того, что сделала Россия. Ведь теперь Россия может поставлять свои войска непосредственно в Беларусь, как союзное государство. В-третьих, мне кажется, что это в том числе и для того, чтобы иметь полное право размещать на своей территории ядерное оружие. То есть это тоже касается, ведь ядерное оружие предусматривает увеличение количества самолетов, увеличение количества личного состава, увеличение количества пусковых искандеров. Вот это все взаимосвязанные вещи. А увеличить, думаю, что увеличивать вооруженные силы будут. Но не на большое количество. Сейчас, по крайней мере, тенденции даже бюджетного финансирования, они не предусматривают Беларуси увеличение численности войск. Многие говорят о том, что сейчас в российско-украинской войне, полномасштабной, а, наверное, один из самых тяжелых для Украины моментов, может быть, даже тяжелее, чем в 2022 году. Потому что тогда, помимо наступающих орд, но их было меньше численно, чем сейчас, и тогда Россия испытывала иллюзии какие-то определенные, которые они испытывают сейчас, а украинское общество было более мобилизировано в шоковом состоянии, но более мобилизировано, чем сейчас. А плюс нас грели возможные обещания поставки техники, которая там, условно говоря, а сейчас тоже депрессуха и по этому поводу. Что ты думаешь, когда было, условно говоря, действительно ли сейчас один из самых тяжелых моментов в нашей войне? Он тяжелый, да, он действительно этот момент сейчас тяжелый, но он как в 2022 году. Сейчас какие-то события произойдут, я уверен, и будет снова перелом. Снова мы увидим, скажем так, ожаление. Оно не может, скажем так, понятно, что война затягивается, и понятно, что различные эмоциональные состояния могут быть. Тем более, шоками подогреваемые, да. Конечно, этого не избежать, но тем не менее, ведь не поддается это все деморализации. Самое главное, Россия не может достичь этого этапа, как бы они этому ни старались. Этап тяжелый, этап непростой, я, конечно, согласен, да. Но я уверен, что из этого этапа нам удастся выбраться. А тенденции к этому существуют, по крайней мере, то, что мы даже сегодня обсудили, но оно же есть. Поэтому тенденции определенно и есть. И вот как только мы увидим, я скажу даже так, что необходимо для того, чтобы это изменилось, и ситуация, и снова народ, скажем так, эмоциональное состояние. Небольшие успехи и победы, даже небольшие. Крушение Крымского моста. Еще какой-то фактор. Это будет индикатором, даже не оружие. Даже не оружие. Победы. Это снова возобновляет веру. И оно неприятно будет. Вот когда это случится, и состояние будет улучшаться тоже. Ну, при том, что, насколько я понимаю, насколько я слышу, даже там по словам Несырского, да, и не словам высшего командования, а по словам тех людей, которые сейчас находятся на фронте, уже сейчас, даже в этой сложной ситуации, на определенных участках нам удается контратаковать, нам удается отбивать ранее утраченные позиции, и немножко даже, на те же 200-300 метров, на которые движутся сейчас по направлению к Часовому Яру, на других участках фронта, на те же 200-300 метров, мы двигаем фронт в обратную сторону. Совершенно верно. Сейчас украинским войскам удается издерживать, и даже локальные небольшие наступления, даваясь встречные бои, и где-то продвинуться. Это активная оборона. Украинские войска, несмотря ни на что, действуют в активной обороне и будут действовать. А дальше, я думаю, с увеличением поставок от наших партнеров, можно будет говорить и, скажем, и о том, чтобы остановить окончательно это наступление, но и продемонстрировать определенные успехи на поле боя в том числе. Последний вопрос, который касается решительности наших западных партнеров, и высшей степени этой решительности, это все-таки присутствие иностранных солдат здесь. Тот же Лукашенко, если мы вспомним, говорил о том, что, ну вот сейчас они думают поставить французов на нашу границу, ты вот так там и посмотрим. Что ты знаешь, есть ли какие-то телодвижения, кроме опроса во Франции, когда молодые люди готовы даже на территории Украины защищать безопасность Франции, есть ли какие-то там движения, есть ли какие-то, что говорят на улицах, условно говоря, о присутствии иностранных солдат, солдат на улицах? Скажем так, этот вопрос обсуждается. Он был действительный отложен, он обсуждается, обсуждаются параметры, то есть технические моменты, как это и какой момент это должно произойти. Со стороны Украины, насколько мне известно, позиция должна быть правильна о том, что даже если это произойдет, или когда это произойдет, осуществление управления этими войсками и операциями будет делать непосредственно украинское командование в координации с коллегами из других стран. Это очень важный вопрос. И параметры этого, они достаточно серьезно обсуждаются. У меня было недавно несколько таких встреч интересных, и особенно с французской стороной я услышал, что в принципе эта идея жива. То есть она в долгий ящик не отложена, она сейчас, может быть, отошла с информационного поля, но это не значит, что кто-то от нее отказался. Мне кажется тебе, что слишком многое вообще в принципе в течение 2023 года было в информационном поле. Из того, что в этом информационном поле быть, по идее, не должно было бы. Мне кажется, но... И вот тут, подожди, подожди, вот тут вот на самом деле, почему я поднял этот вопрос? Потому что сейчас большое количество на диванных хомячков кричит, что он типа «А, зачем мы говорим о том, что мы соберемся и как мы соберемся уничтожать Крымский мост?» И даже не на диванные хомячки, а даже там типа люди вполне себе уважаемые тоже такое же произносят. Объясни, зачем мы говорим о том, что мы собираемся сделать? Ну потому что это произойдет, это уже никто не скрывает. И что тут скрывать уже, все. Пускай готовятся, пускай готовятся к обороне, пускай... Опять же таки, понимаешь, кто играл в шахматы и либо в игры вдумчивые, да, вот необходимо понимать, что всегда в партии ты, в принципе, смотришь и думаешь, как тебе обкитрить противника, предугадать его ход и все равно сделать в итоге умнее шаг. Возможно, где-то в какой-то... Возможно, даже продемонстрировал свои намерения. Заманил противника в ловушку. И что получается? У России система ПВО есть. Но, как показала практика, их можно, скажем так, ими можно манипулировать. Потому что достаточно... Очень много объектов. Очень много объектов. То есть, можно заставлять их маневрировать этими системами ПВО и, скажем так, определять. Информационное поле для чего нужно в том числе? Пускай они загоняют свои системы, пускай думают, где будет удар. Они откуда-то снимают систему. Сняли оттуда, прилетит туда. Потом поставят обратно, прилетит другое место. Тут необходимо быть умнее. То есть, все эти ситуации можно использовать на свою... Скажем так, с пользой. Достаточно серьезно. Это уже не раз было продемонстрировано. В любом случае, так как сказали, в начале лета или, как ты считаешь, через две недели или в конце лета, через несколько. Но этот незаконный самострой вот этот вот, малая архитектурная форма, которая называется Крымский мост, которая портит экологию и Азовского, и Черного моря, она, в конце концов, будет без сомнения разрушена. Так или иначе, рано или поздно. Да. А нам остается только одно. Не паниковать, не хайповать и ждать своего часа. И ждать того часа, когда мы наконец-то увидим. Увидим все, что мы должны увидеть, что мы рассказываемся. Спасибо тебе, береги себя и до встречи. Спасибо, до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok